МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Мазырскую дитяшую больницу закуплено новое обсталевание. Самое радужное мероприемство зимы в Гомеле прошел областный форум студентских талентов «Зимовая веселка». А сейчас об этом и иншим больше подробно. Гомельскому областному драматичному театру – 80. Старейший театр региона означает юбилей. С этой святочной нагодой на передо дни прошел рашистый вечер. С круглой датой с дня заснования коллектив театра повеншевало керавництво в области и города, а так само шанонные гости. Прихильники мастатства, якою уже 80 год за пар, створаются на гомельской сцене. Евгений Кухаронак с подробностями. Светло софиту заменяет им солнце, сцена – землю. Что день они надевают разные маски и выходят до глядачау. Однако только не сегодня. Только не юбилейный вечер присвечены 80-го дня заснования Гомельского областного драматичного театра. Тогда и в далеком 1939 году он звался русским и размещался у дравляном будинку цирка на улице Комсомольской. Сучасный театральный дом узвели в 1954 году в самом центре города. Праз 45 года уплённая праца на гомельской сцене коллектив театра отримал звание заслуженного. Урочистый вечер до юбилейной даты начинают представления всех до одного актеров, режиссеров и працеванных сцен с их полными званиями. Аплодисменты в этот час не стихают ни на секунду. Я спрашиваю и актеров, и студентов, которые встречаются. Я говорю, что является инструментом у актера. У художника кисти и краски. Там у танцора тело. А что у актера? Наверное, тело чуть-чуть, но не главное. Главное – это душа. Звенчуваннями на сцену знімаются шановные гости вечера. Слови подяки за службу театральному мастерству чергуются заручением гоноровых грамот от Совета Міністра у Беларусі, Национального сходу країни, Міністерства культуры, Гомельского областного и городского виконавчих комитетов, Совета депутатов и правсоюзов. Заслуженные ознагороды отримовываются актеры, режиссеры, декораторы, а так само и другие работники театра, которых на сцене и не увидишь за выключением вот таких святочных нагод. Тем временем на передовой артисти оставляют души. Пятый международный фестиваль, где я получил гран-при в Шекспировском «12 ночи» за роль Мальволио. Для меня это было самое важное. Естественно, второе потрясение – это присвоение звания заслуженного артиста. Потом вручение «Хрустальной звезды» от союзотеатральных деятелей. Вот такие вот этапы, но это все за роли, которые уносят нервы, жизнь, кровь, пот. Завершился юбилейный вечер традиционным капустником, подчас якого актеры снова вышли на сцену без усиляких масок и с задовольнением погутарили со своими верными глядашами, с оправданными сябрами. Евгений Кухаронок, Сергей Лукашук, телерадио «Компания Гомель». На сродке районного субботника в Мазырскую дитяшую больницу закуплено новое обсталявание. Огульными намаганиями у соковику этого года жахары района собрали больше за 110 тысяч рублей и потратили их с корыстью для здоровья подрастающего поколения. Протяг темы в сюжете наших мазырских коллег. Усей разом для выгоды и здоровья детей. На районном субботнику весной Мазырания собрали 114 тысяч с половой рублю. Огульными намаганиями ишли до меты, допомогши дитяшей больнице. И зараз тут с гонором расповедают про новое обсталявание. Закуплены два аппараты ультрагуковой диагностики. Аппараты для ультаровского монетарирования КГ и сучасного вымерения артериального тиску. Выражаю искренние слова признательности и благодарности жителям Мазырского района. Мазырскому районному исполнительному комитету за выделенные денежные средства, заработанные на рабочих местах в день проведения субботника на укрепление материально-технической базы учреждения Мазырская городская детская больница. Данное оборудование способствует улучшению диагностики и профилактики заболеваний и позволит укрепить здоровье детского населения не только Мазырского района, но и всего Полесского региона. Холтеровское доследование – один из самых популярных методов диагностики порушений сердечного ритма. Он позволяет выучать симптомы ритмии и факторы рызыки, а также используется для контроля якости лечения. Приобретение новых аппаратов УЗИ диагностики высокого класса позволит более четко видеть картинку изображения, а также определить какие-то патологические незначительные изменения, которые уже есть. А это, в свою очередь, ведет к тому, что диагностика того или иного заболевания будет более четкая и более быстрая. Можно на одном аппарате смотреть множество органов и систем обследовать. В клинических случаях тяжелых и сложных это является одним из основополагающих. На сегодняшний день у нас проходит учеба по УЗИ диагностики еще один врач. С получения сучасных обсталяваний и профессийных кадров у Адметной Рыса Галины Аховы Здоровья. Персоналы его научения – питание, перш за все, кадровой службы. А вот уклад во умоцовании материально-технической базы – заслуга огульная. Катерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фитцнер. Телеканал «Мазыр» специально для телерадио компании «Гомель». На посяжении гомельского гарвы «Конкама» проанализована эффективность принятых мер по повышению безопасности дорожного руха. На жаль, ожидаемого выника поколь досягнуть не отрималось. У причинах такой ситуации разбирался Олег Сенцюров. Вот, чем завершается невыконание правил дорожного руха. Всего-то в Гомеле отбалось больше 120 дорожно-транспортных зарядов. 11 человек загинули на 4 большим летом. Шмат кто на все остальное житё застался инвалидом. Вероятно, на эту гомельскую штрафстоянку можно было бы приводить водителей и пешеходов, которые порушают правила, выглядят побитых машин, покидая ведьмемоцное ураживание. Меж тем, анализ аварийности в областном центре свечить. Порушение правил проезда пешеходных переходов и перекрыжевания, а также невыконание худкостного режима в областном центре – не редкие заявы. Основное, я же говорю, превышение скоростного режима, когда страдают ни в чем не повинные люди, которые пешеходы, которые являются самыми незащищенными участниками дорожного движения и страдают из-за того, что кто-то превысил скоростной режим. Ну, вот это, наверное, основная проблема, куда следует обратить внимание. На вести парадок на дорогах у Гомель емкнуться разными способами, а для отрывливаться это не зауседы. Шматых производителей элементарно гребая потребованиями правил дорожного руха. Во усилляком выпадку машины, які спыняются на так званых астроках безпеки, у Гомеля можно убачить часто. У Вогулю на праканце минулого года Гарвуканкам затвердил перелик мероприемства по повышению безпеки дорожного руха. На сёне с 21 артыкула полностью выкананы 15. У ближайших панах установка турникетов, каля припинку громадского транспорта и повеличение колькаси сродков вида фиксации. А прачатагу теперь супрационники Державтоинспекции будуть не только затремливать пешеходу и велосипедисту, які порушили правила дорожного руху, але і усвятять причины, по яких такое порушение отбылось. Неди, саправдой, не хапая піроходу, неди тротуары можуть знаходиться у таким стане, що рухаться по їх немогчимо. Видимость вот этой проблемы немножко поменялась. Не только будем изымать пешеходов, но і устанавливать причины. По какой причине пешеход, либо велосипедист вышел на проезжую часть. Чему это способствовало? Ведь самая главная задача, чтобы не произошло ДТП, это разделить транспортные потоки. То есть для водителей должна быть проезжая часть, для пешеходов и велосипедистов должна быть тротуар, пешеходная дорожка, велосипедная дорожка. Это аксиома, который не требует доказательств. Олег Сентяров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». Без официйной посады олез полномодствами. Некольких годов тому в следшем комитете заявилися позаштатные супрацовники. Сегодня они працуются во усіх отделах кожного региона. Какие у них обовязки и как эта праца допомагают в жизни? Доведалась Вероника Гамзюкова. Позаштатные следчиы появились в нашей стране в конце 2016 года. В метах этой практики – отбор профессийных кадров взлик у наибольших задольных кандидатов. Пройти стажировку в следшем комитете может любой полнолетний беларус, у которого есть юридическая эдукация, а любой он отримывает ее. Кандидат должен иметь становочную характеристику с места праца и учебы, а так само у его биографии повинны отсутничать криминальный администрационный пераслед. Введенный в конце 2016 года Институт внештатных сотрудников Следственного комитета на сегодняшний момент это действенный механизм ранней профориентационной работы, которая осуществляется у нас на местах. Потому что в период деятельности кандидата в качестве внештатного сотрудника он имеет реальную возможность ознакомиться со спецификой работы следователя, познакомиться с коллективом. Ну а коллектив и руководитель следственного подразделения присмотрится к нему и изучит его деловые качества. Тем самым примет для себя решение, необходим ли такой молодой специалист в дальнейшем следственном подразделении. У Гомельской области за три годы стажировку пройшли 107 человек. 25 из них стали супрацовниками следчего комитета. Кандидаты узнаемятся спецификой и умовами працы следчих, им допомагают набить профессийные навыки и применять теоретичные веды на практице. В мою работу входит осмотр вещдоков. В этом ведомстве я только недавно, и поэтому некоторые задания мне могут сейчас не доверять, но в дальнейшем вполне. Вядома застаются на стажировцы в следчем комитете далеко не все. Коли кандидат начинает неотбайно ставиться до обовязков, его отличают. Однако, коли у стажера есть жадания, его зауважают и доручают больше отказные задания. Это приобретение знаний, навыков, которые просто необходимы для того, чтобы непосредственно приступить к работе. Особенно, если есть желание и привлекает эта работа. То есть, это обязательно. Без этого, ну, я считаю, что не получилось бы так работать и вникнуть в работу эту непосредственно. Это очень интересно, увлекательно в плане получения знаний, помощи в университете в том же, потому что знания приобретаются на практике, а университет все-таки эти навыки не дает практически. Виктория Васильевская в Следующий комитет трапила как практикант. Профессия ей сподобалась, и она на протяжении года была волонтером и оказывала посильную допомогу. Когда появилась возможность попробовать свои силы в роли позаштатного супрацовника, сразу погодилась. С часом девчина сразумела, шлях Следующего – это я. Сегодня она расследует гучные коррупционные справы. Теперь Викторию ставит упреклад доброохватника. Виктория Васильевская из числа молодых следователей, прибывших к нам для прохождения службы из Гомельского городского отдела. В настоящее время она зарекомендовала себя уже к сегодняшнему дню с положительной стороны. Она участвует в расследовании не самых легких уголовных дел. Сажировка у ведомства безумовно мает свои плюсы. Если на одну вакансию отгукнутся несколько человек, то приоритет будет у того, кто был позаштатным супрацовником. Как трапить у Рады доброохватника у Следующего комитета, нужно вернуться в отделение СКА по месту жихарства. С человеком проведут гутерку и признать ему куратора. После чего кандидат может приступить до працы. Вероника Гамзюкова, Игорь Марышченко, отеля радиокомпания «Гомель». Белорусская жигунка признашила на новогодние и колядные святы 88 додатковых техников во внутриреспубликанских зносинах. С 25-го снежня по 11-е студене додатковые составы будут курсировать по наибольшь запотрабованных маршрутах. Утемлику Минск-Гомель, Минск-Калинкович и Гомель, Мазыр-Минск. Больше подробязную информацию можно доведаться на сайте белорусской жигунки або по номеру телефона контакт-центра 105. Ёлочные базары у Гомельской области пошнусь работу 23-го снежня. Набыть седривцы до зимовых свят уже горы региона смогут у любым лязгасе об олесництве. У Гомеля организуют пять постоянных кропок продажу. В ассортименте традицина будут елки, сосны, а так само елки в катках. А 22-го и 28-го, 29-го снежня додатково разгорнутся перед новогодней кермаши на площади Паустанья. На базе Гомельского колежи кулинары прошел региональный этап национального конкурса профессионного майстерства WorldSkills Беларусь 2020. На основных выпробованиях шатыры кулинары повинны приготовать две стравы, закуску и десерт. Умова обовязково використовывать певные ингредиенты – куриную печень, тесто, яблоко. А кроме якости приготовления, эксперты оценивали и подачу. Очень высокий уровень ребят и тех, которые приехали, и наши, которые участвуют в конкурсе. То есть конкуренция очень высока, вы же понимаете, что конкурс проводится на самом высоком уровне, EuroSkills, WorldSkills, поэтому мы должны соответствовать ему. Конкурсанты признаются, им ешь, а ему поучиться один у одного. Обмениваться в опытом поспевают на кухне, текаются новыми приемами и техникой у своих конкурентов. Много чего не получилось из-за волнения, нехватки времени, немножко подвело. Это все в целом недоработки были. А также понравился сам этап вот этого соревнования, когда ты смотришь, как делают другие параллельно и сам пытаешься что-то сделать лучше. Готовые стравы отправляются на слепую дегустацию экспертом, шеф-поваром ресторанов. На подобных конкурсах Яны Дарыши часто выбирают своих будущих работников. Зимовая веселка заиграла усими фарбами. В Гомеле пройшел областный форум студентских талентов. В дело им приняли команды шести высших научных установок региона. За ходом яркого и видовищного шоу назирали наши корреспонденты. Областный студентский форум проходил в 22 раз. Аналога у Ямуня мала у всей краи. Зимовая веселка стала культурным брендом. Гомельская в области одна из самых чеканных подей сярод студентства. Селетний форум складался с четырех этапов. Почался фестиваль с доброчиной акции «За справу», подчас якой студенты наведывали социальные установы. Ребята уже побывали в детских домах, в социальных учреждениях, сняли свои ролики о том, как все проходило и представили их общественности. По итогам этого мероприятия также будет определена команда в спецноминации «Молодежь за дело». В другой день форума у фойе Громадско-культурного центра разгорнулась интерактивная выстава присвеченная Году Малой Радимы. Кожная ВНУ в области знайомила журы со своими опошними досягнениями. Кубки, дипломы и медали все отрымана у нелегкая, лес сумлем на боротьбе. Головная шпаде зимовой веселки – это концертная программа, якую складают лепшие номары першокурсника. За 15 хвилин нудельникам необходно не только издевит журы аллеи за вести залу. «Это мероприятие дает возможность открыться, сделать что-то новое и на самом деле выделили не очень много времени, но даже за это время, если постараться, можно сделать очень хорошо. У нас идет вся тема через блогера, якобы я блогер, потом я рассказываю о себе, о университете, как я попал, что попал, про наш юбилей. У нас наша главная сценка, которая, ну, очень зашла людям на первокурсники и на других мероприятиях». «Мы полностью раскрываем тему зимней радуги. Малая родина, большая любовь. Я танцую во всех танцах, которые есть. Подготавливались у нас достаточно долго, усердно. Гомельский государственный медицинский университет, лучший университет в мире». Журы в составе ведомых творчих особ региона и керавников мастатских установ визначило самое креативное сценичное решение. Сирот головных критерий, раскрытие сюжетной линии, умение удельника выполнено триматься на сцене и узровень их выканальниц как мастерство. Переможцы в концертной программе зимовой веселки вызначали в некоторых номинациях. Сирот яких танцевальный выбух, артистизм без межа и гумор драйв. Али головная из нагорода Гран-при. На этот раз я и отрымала команда першокурсников Гомельского державного техничного университета и мясо сухого. Отпустите его! Ирвач, ты смеешь мне перечить? Вообще бы заселился не факт, что доживешь. И только клопы тебя оплачут. Вообще то я член БРСМ. Жасмин? Что вы здесь делаете? Ганна Корольчук, Максим Савин, Сергей Лукашук, телерадио компания Гомель. Картина галерея Гаури Лавашенки протягивает свой культурно-осветницкий проект. На черговом утульном вечере гамельчанам пропоновали поговорить про таймницы вядомых творов мастатства. Удельники Сустрэшу доведалися про интересные выпадки, связанные с вядомыми картинами и скульптурами, а так само их авторами. Организаторы рассказали про спробы кразяжу и вандализму, легенды и реальные истории шедевров от Джаконды до Черного Квадрата. Аматоры мастатства у всех взрослых употрымливали гуторку и делились своими ведами. Начнем мы с античности, поговорим про скульптуры, поговорим про такие произведения, как, ну, Джаконда, как без нее, как произведения, ну, допустим, Вермеера, девушка с жемчужной сережкой. С каждой картиной что-то случалось, с каждого художника есть интересные истории. В мировом искусстве таких примеров не просто сотни, а тысячи. Проходить тюльные вечеры будут раз на месяц. За анонсами наступных встреч и забронировать место можно на сайте галереи. Эти и инши новины вы можете знать на нашем сайте интернете по адресе www.tvrgumil.by На этом выпуске завершены. Дякую за увагу и до встречи в эфире.